Низкая заработная плата, слабая техническая база, отсутствие свежих кадров. Именно эти факторы, по мнению целого ряда экспертов, мешают развитию спорта на Алтае. Тема стала одной из центральных во время обсуждения в рамках круглого стола, который прошел в сибирской медиагруппе. Проблему массового и профессионального спорта и пути их решения обсуждали известные на Алтае журналисты, политики, чиновники. С подробным докладом о ситуации в этой сфере края выступил специальный корреспондент российской газеты в Барнауле Сергей Зюзин. По словам эксперта, на спортивную сферу в крае выделяют слишком мало средств. К тому же за последние годы профессиональным краевым командам и вовсе урезали бюджеты. В некоторых случаях это десятки миллионов рублей. Ну а потому клубы вынуждены экономить, отказываться от сборов и перспективных игроков. Как итог, слабые результаты. В детско-юношеских школах проблемы все те же. Низкая заработная плата у тренеров и порой устаревший инвентарь. Осенью той встретил директора одной из спортшкол, на нем лица не было. Говорю, что такое? Он говорит, ну сразу две команды вышли во всероссийский финал. Я говорю, так радоваться надо. Он говорит, так денег нет. А сейчас пойду в управление, меня будут бить и мне скажут, мы тебе говорили, денег нет. Зачем они вышли? Еще одна острая тема – спортивные недострои. Конечно, объекты в регионе появляются, но их катастрофически мало. Ну вот, к примеру, закрыть дефицит льда в Барновле должен был дворец спорта на проспекте Сибирском. Настройка заморожена, а сам проект урезан до обычного катка для тренировок. Продолжение следует...